Масала чая Если у вас есть возможность посетить индийские или пакистанские супермаркеты, там есть даже специальная смесь специй, которая называется Масала чай. Я вам хочу сказать, что там перемолотый имбирь сухой, мускатный орех, гвоздика, корица, перемолотая лимонная трава, сухая мята. В общем, достаточно много черный острый перчик, достаточно много всяких вариантов. Такой перемолотой специи покупают хозяйки и сверху от того, что они кладут сами, например, в Масалы чай, они могут положить щепотку этих специй, потому что они достаточно концентрированные, эти сухие специи. Вот. Но опять же, это не обязательно. Вот сейчас я вам даю тот рецепт базовый. Например, мне он очень нравится, я с удовольствием пью его в таком виде, в котором есть. Некоторые кладут сверху, например, лимонную траву, или кладут корицу, или гвоздику. В общем-то, вариантов, как я уже говорила, множество. Итак, сегодня мы готовим базовый рецепт Масала чая. Итак, что нам для этого потребуется? Здесь я делаю рецепт сегодня на два человека, на две чашки чая. Значит, у меня две чайные ложки черного чая. Обычный, какой у вас есть, без всяких отдушек. Обычный черный чай. Вот такой кусочек свежего имбиря. У меня здесь очень мелкий кардамон. Значит, вот такого крупного кардамона, по две штучки на каждую чашку чая. Здесь у меня чайная чашка воды. И чайная чашка молока. В общем-то, я готовлю 50 на 50. Кто-то хочет больше воды, кто-то хочет больше молока. Это зависит от вашего личного вкуса. И сахар, опять же, по вкусу. Столько, сколько вам нравится. Я буду класть две чайные ложки на чашку чая. Итак, начнем. Наш имбирь я очищаю вот от этой вот верхней кожицы. Вот так. После чего я могу вот так вот его произвольно порезать на несколько кусочков. Вот таких вот достаточно крупных. Здесь у меня вот ступка. Я кладу в ступку и вот так вот еще раздавливаю. Итак, посмотрите. Вот так вот я раздавила имбирь в ступке. Теперь я зажигаю газовую горелку. Выливаю вот в такую вот маленькую кастрюльку или ковшу, как вы можете назвать, воду, чашку воды. Значит, бросаю туда весь наш имбирь. Теперь что я делаю? Я беру зернышки кардамона. Поскольку кардамон, видите, вот это зеленая, это оболочка. То, что вот именно самое ароматное, эти маленькие черные зернышки, они находятся внутри. Я также, как я и говорил, у меня там мелкие два зернышка вот таких на чашку чая. Я также беру ступку и также измельчаю в ступке, вот так вот раздавливаю эти зернышки кардамона. Для того, чтобы вот эти вот маленькие, вот эти вот черненькие зерна, вот из этих стручков они освободились. Посмотрите. Вот. Чтобы наш кардамон максимально отдал свой аромат в чай. Вот так вот я раздавила. Теперь я отправляю так же в нашу воду, в наш чай кардамон. Вот так. Теперь я высыпаю сухой чай туда же. Вот так вот я все перемешиваю. Довожу до кипения. И кипячу где-то примерно пару минут. Если вы хотите, чтобы у вас чай был более насыщенным, более темным, значит его прокипятите немножко дольше, чтобы больше выпарилась воды, перед тем, как вы добавите молоко. Если вам нравится чай посветлее, ну, значит прокипятите где-то с минуту, а потом выливайте ваше молоко. Итак, я буду кипятить его пару минут. Итак, пару минут прошло. Мы берем наше молоко. Мы берем наше молоко и выливаем его в чай. Я все перемешиваю. Прибавляю огонь. И снова доводим наш чай до кипения. Сейчас можно в чай положить сахар. Я буду класть по 2 чайные ложки на каждую чашку. 2, 3, 4. Вы кладете так, как вам больше нравится, по вашему вкусу. Так, я снова все перемешиваю. Сейчас мы доводим чай до кипения. Итак, наш чай кипит. И еще раз повторяю, для тех, кто не любит крепкий чай, вы можете его сразу выключать и через ситечко разливать по чашкам. Для меня я люблю его крепкий. Еще там 15-20 секунд он у меня покипит, потому что мне нравится более насыщенный чай. Итак, наш чай готов. Я вот через такое мелкое сито буду его процеживать в чашке. Итак, наш масала-чай готов. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!